Каждый раз, когда оказываюсь в храме, всегда обращаю внимание на люстру. Такая массивная, богатая. А сколько огоньков! Так, все, нужно сосредоточиться на молитве. На что мы обращаем внимание в храме? На иконы, свечи, роспись храма. И, конечно же, трудно не заметить такую необычную и очень красивую люстру. В церкви ее принято называть паникадила. Почему так, пока еще не знаю, но мы это обязательно выясним сегодня. Кроме того, как и вся церковная утварь, паникадила имеет свое определенное значение. И об этом мы поговорим в нашей программе. Отец Александр, я уже знаю, что в храме все должно быть на своих местах. Ведь здесь каждая деталь имеет свое определенное значение. Но какое место в храме занимает люстра? Ведь она не просто освещает храм. Совершенно верно. Церковная люстра называется правильно паникадила. Ее назначение, кроме практического, по освящению храма имеет еще значение символическое. Она символизирует собой свет Божий, свет Царства Небесного. И также паникадила означает Церковь Небесную, как собрание созвездия людей, верующих в Бога, просвещенных благодатью Духа Святого и горящих любовью к Богу. Батюшка, ну откуда такое интересное название паникадила? Название этого предмета церковного убранства происходит. Оно имеет греческое происхождение. И в оригинале оно звучит как поликандила, что обозначает много свечей, потому что много светильников устанавливается на паникадиле. Если в древности это были восковые свечи, то сейчас они заменены на более практические электрические лампочки. Это более удобно, конечно, но не вполне соответствует изначальному предназначению. Предназначению, да. А нам встречались такие паникадилы? В основном это в сельской местности такие храмы находятся? Да, это, конечно, очень хорошо, что еще сохранились традиционные паникадила. Это большой труд для их поддержания и в чистоте, и в порядке, потому что они очень активно используются во время богослужения. Они и зажигаются, и гасятся во время богослужения несколько раз. Поэтому это требует определенных навыков и труда для церковнослужителей, чтобы пользоваться правильно паникадилами, употреблять их правильно. Но назвать паникадила люстрой – это грубая ошибка? Это не ошибка, но это не точность. Эта неточность простительна для человека не церковного. Но люди, которые немножко в курсе дела, все-таки должны предпринять правильное название по отношению к предметам. В утваре церковной быта. То есть это отрицает к церковному уставу? Ну да, это традиционно, эта люстра называется паникадила. И мы используем это название. Оно непривычно немножко для слуха не церковного человека. Ну а количество свечей или лампочек в паникадиле, оно должно быть символичным? Сейчас количество свечей, лампочек в паникадиле, оно никак не регламентируется. Хотя в древности мы знаем, что количество свечей часто было символичным. Вот это могло быть 12 свечей, которые собой символизировали 12 учеников христовых, апостолов, которые понесли свет Евангелия в весь мир, просветили всю Вселенную учением Христовым. Ну и сейчас это строго не соблюдается. Поэтому для малых храмов меньшее количество свечей употребляется, для больших храмов большее, но определенного количества нет, четко зафиксированного. Батюшка, ну а паникадила – это только центральный светильник или и остальные тоже? Это не только центральные, это и боковые светильники их называют паникадилами, могут еще называть поликандилами, то есть в греческом оригинале. Но это сути как бы не меняет. Вот это тоже паникадила. То есть это не имя собственное, а просто название церковной утвари. То есть получается, что все светильники в храме, они называются паникадилами? Ну не все светильники, потому что светильниками являются еще и свечи, и лампады, которые стоят на престоле, на подсвечниках стоят. Вот есть три вида света в храме. Это свет естественный, который проникает через окна церковные, ему тоже приписывается символическое значение. Вот паникадила наверху и лампады и свечи, которые возжигаются на светильниках наполенных. Все эти светильники, они символизируют собой свет Божий в Царстве Небесном. Он напоминает нам о Христе, который является светом истины, просвещающим всякого человека, грядущего в мир. Вот то есть это все напоминание о Боге, его Царстве. Но в какие моменты службы должно зажигаться паникадила? Паникадила обычно зажигаются в наиболее торжественные моменты службы, дабы подчеркнуть праздновательность, торжественность момента. Зажигается паникадила. Ну вот как пример, если взять пасхальное богослужение, ведь до полуночи паникадила гасится? Вот в какой момент службы оно зажигается? Пасха — это особый праздник, это праздник о праздник. Там все моменты этого богослужения пасхального, они все наполнены радостью в воскресшем Христе Спасителе. Вот и зажиганы все светильники в храме, в том числе и паникадила. Богослужения Великопостные, например, будничные богослужения. Вот есть определенные моменты, когда паникадила гасится, когда зажигается. То есть этим подчеркивается торжественность момента зажиганием паникадила. Батюшка, я слышала, что вокруг паникадила собираются те, кто был освящен благодатью Духа Святого. Это действительно так? И что это означает? Значит, как я уже сказал, паникадила — это есть образ Царства Небесного, в котором собраны все святые от века Бога угодившие, которые просвящены Духом Божьим, благодатью Божией, которые горят любовью к Богу. То есть паникадила — это есть образ, образ собрания верующих в Царстве Небесном. Это образ Церкви Небесной. Церковь же земная, которая собрана внизу, в храме. Это все мы, молящиеся в храме, являем собой церковь земную. Мы собраны вокруг Христа, который незримо присутствует в храме. То есть мы собраны не вокруг паникадила, мы собраны вокруг престола, на котором восседает Христос Спаситель. А паникадила является нам напоминанием о Небесном Царстве, о Небесной Церкви, в которую мы все призваны. Вы знаете, ведь паникадила всегда так богато и привлекательно выглядит. И порой оно даже отвлекает от службы. И вместо того, чтобы сосредоточиться на молитве, мы рассматриваем огоньки и красоту убранства паникадила. Ну, если человек приходит в храм впервые, то ему все интересно, он все рассматривает, изучает, и это нормально. Другое дело, если интерес к внешнему, если он не проходит, если человек на этом зацикливается, свое внимание обращает только лишь на внешнее, на красоту пения, на убранство храма, паникадила, это уже проблема, конечно. Проблема в самом человеке. Не в том, что в храме чересчур красиво может быть, а проблема в том, что человек, получается, ищет не Христа, не спасения, а ищет какого-то просто эстетического удовольствия, удовлетворения своих каких-то эстетических потребностей. Поэтому, идя в храм, нужно помнить, для чего мы туда идем, для чего мы собираемся в храме. Мы собираемся ради Христа, ради спасения нашего. И все, что есть в храме, это должно нам напоминать о Боге, о спасении. Вся эта красота, которая находится в храме, и роспись храма, и иконостас, и паникадила, все это не для того, чтобы мы им любовались, да? Ну да, для того, чтобы мы настраивались на молитву. Земной храм – это есть образ Царства Небесного, это есть небо на земле. И все убранство храма, оно напоминает нам о Царстве Небесном, настраивает нас на молитву, на покаяние, на благодарность Богу, вот, напоминает нам о Боге. Вот, поэтому, с таким вот подходом нужно относиться к внешним атрибутам, убранству храма, вот, стараться, чтобы все это настраивало нас на молитву. Вот, не останавливать внимание, но просто на внешней красоте, а помнить о том, что эта внешняя краса является отражением духовной красоты, которой исполнено Царство Небесное, в которой мы призваны. Как видим, главное значение Паникодила как символа – это Небесная Церковь. Посредством него создается образ Божественного Света, который ожидает каждого верующего, попавшего в Царствие Небесное. Субтитры создавал DimaTorzok